Камни недели Камень списки, это шпинель и это камень для инвестиций, ну и конечно можно просто носить в кольце, но приятно, когда ты носишь камень, который постоянно идет вверх в цене. Он и сейчас стоит уже недешево, да, почему? Потому что размер редкий и качество, то есть он большой, чистый и у него хороший темный цвет с уходом в черное, но при этом чистый синий. Вот посмотрите, в помещении под лампочкой видно, да, что камень очень чистый, там ни до каких трещин. Обычно крупные камни содержат или пузыри, или трещины, что-то такое. Здесь все прям вообще хорошо, идеально. Я считаю, что и для мужского перстня, и для женского кольца размер, форма огранки и вообще качество камня очень хорошее. Вообще у нас синяя шпинель идет вверх по цене с огромной скоростью. Буквально лет пять назад этот камень стоил бы раза в четыре дешевле. Очень хорошего цвета, яркости, чистоты, зеленый гранат, они редко бывают чистыми, как изумруды. Вот, кстати, почему-то зеленые камни редко бывают чистыми вообще, то есть они, как правило, содержат много включений. Зеленый гранат из Африки, из Танзании, три карата, размеры подходят очень хорошо для кольца, самые оптимальные, в принципе. И посмотрите на стоимость, вот изумруд такого цвета и качества будет стоить в разы дороже. То есть, зачем платить больше, если можно получить, мне кажется, даже более яркий камень, чем изумруд, но за намного меньшие деньги. А тут у нас очень-очень-очень редкого цвета гранат. Вот я такой цвет за 10 лет видел всего два раза. Это, конечно, штука для коллекционеров и для любителей чего-то необычного, редкого, да. Если вы хотите иметь камень, который будет только у вас и все, и даже никто из ваших товарищей, друзей и знакомых не сможет угадать, что это за камень, с трех попыток, я думаю, даже никто не угадает, то этот гранат для вас. У меня есть на него сертификат, он даже обладает небольшим эффектом смены цвета. То есть, он на улице одного цвета, в квартире, в комнате, под электрическим освещением, он чуть-чуть меняет свой цвет, уходит в оттенок фиолетовый. И еще один зеленый гранат. Вы их довольно много и часто раскупаете, я поэтому решил сразу парочку показать. И у меня еще два есть, поэтому пишите, есть побольше, есть даже там 4 или 5 карат. Кстати, крупные зеленые гранаты встречаются крайне редко, стоят очень дорого. Самый дорогой, который я видел, стоил 150 тысяч долларов. Это вот на тему того, что гранат это какой-то недорогой и совершенно камень. Это у нас синий сафир. А сафиры, как и все дорогие камни, как, кстати, зеленые гранаты гранят, так, чтобы как можно меньше срезать. Чтобы была минимальная потеря веса, чтобы была. И вот, собственно, здесь у нас кристаллик был такой формы, что получилась очень необычная гранка. И я когда увидел, подумал, что и для мужского перстня очень хорошо будет именно такая форма. И причем цвет, посмотрите, глубокий, да, довольно. Там даже присутствует полихромность. И для женского кольца тоже хороший вариант. Особенно если вокруг выложить мелкими камешками. Будет просто супер, очень интересно. Шпинель великолепного цвета. Это такой розово-красный или красно-розовый с уходом в черное. И мне кажется, что я здесь вижу полихромность. Но это не точно. Женщины всегда видят лучше цвета, чем мужчины. Поэтому, возможно, я не прав. Но, по крайней мере, такого цвета и размера, и чистоты шпинель встречается редко. И еще один плюс в том, что этот цвет подходит, я считаю, и для мужского перстня, да, и для женского украшения. Поэтому обратите внимание, обычно такого цвета шпинель попадается намного меньше по размеру. Очень-очень интересный турмалин. Он прям и полихромный. Причем, смотрите, полихромность по краям именно, да. Он посерединке одного цвета, по краям он с интересным эффектом. Причем симметричный этот эффект. Бывает только с одной стороны, здесь с двух сторон все симметрично. Этот цвет можно смело назвать цветом подпараджа. Он модный, уже много десятилетий он в моде. За ним все охотятся. А здесь не просто подпараджа, а еще с очень веселеньким полихромизмом по краям. То есть я считаю, что камень некальный, именно вот в таком цветовом сочетании я турмалины и нетурмалины пока не видел. Просто крупный, зеленый и хорошего цвета яркий турмалин подойдет или для мужского перстня, или для какого-то клоуна подвески для женщины. Для кольца, наверное, крупновато для женского. Ну, хотя о вкусах не спорят. Тоже обратите внимание, зеленый у нас есть, что изумруды, гранаты и турмалины. Вот я, например, не всегда понимаю, зачем покупать, например, дорогой, не очень хорошего цвета изумруд, если можно купить хороший яркий турмалин. Но опять же, это мое мнение, вы можете не соглашаться, но я не понимаю, чем хороший яркий турмалин, например, хуже, чем не очень хорошего цвета и в 10 раз дороже изумруд. Подумайте об этом. Турмалин неописуемого цвета. Тут я вижу, опять же, несколько оттенков, да, несколько цветов и нескольких оттенков. Он мне понравился тем, что здесь цвет такой неуловимый. То есть я даже не берусь сказать, какого точно он цвета. И мне кажется, что если сделать с ним подвеску в черных тонах, то он будет очень хорошо контрастировать на черном. И прям, ну, будет отличный вариант. Я даже вижу, ну, естественно, как вы это отгадаете, как я его вижу, с черными биллиантами и в черном серебре или в черном золоте. Можно сделать очень интересный вариант. Снова розовая шпинель, но розовый совсем другой, да, не такой, как предыдущий розовый. То есть здесь нет ухода в красный и здесь намного меньше черного. То есть он ближе к розовому с какими-то немножко темно-розоватыми и черноватыми отливами. Но, тем не менее, цвет очень интересный. И вот такая шпинель тоже попадается крайне-крайне-крайне редко. Обычно это какой-нибудь темный винный. Ну, такой цвет розово-красного вина такого, да. А здесь, видите, он цвет интересный и яркий. То есть камень веселый. Для шпинеля особенно веселый. И снова просто шпинель. Просто синяя с уходом в черный. Но форма огранки, я считаю, очень удачная. Я уже объяснял выше, почему. Собственно, для мужского перстня идеальный вариант. И для женского кольца тоже. Вот так шпинель гранят очень редко. В основном это овалы, потому что находят окатыши. Да, я показывал в предыдущих видео, в других. Посмотрите, кто на канале новенький. Обычно шпинель находят, ну, как и большинство драгоценных камней, в виде таких окатышей, из которых хорошо получаются овалы с наименьшей потерей веса. Вот такие прямоугольнички делают редко. Поэтому обратите внимание. Примерно такого же цвета шпинель. И тоже очень-очень удачная форма огранки. Недавно у меня несколько человек про такую спрашивали. Вот, смотрите, забирайте. Можете пролистать наш инстаграм, посмотреть ютуб. Да, вот как-то сегодня прям у нас повезло нам в плане огранки. Потому что такое бывает действительно крайне редко. Турмалин. И снова у нас несколько цветов и оттенков. Я бы назвал этот камень осенним. Турмалин вообще, он всегда меня удивлял тем, что он содержит все цвета и оттенки, которые существуют вообще в мире. Есть в турмалинах. Ну и, собственно, даже есть самые неожиданные. Вот здесь несколько оттенков рыжего, бурого и коричневого. Есть желтоватый отлив. И вместе все это смотрится очень интересно и здорово. Хорошего алого цвета. И с хорошей игрой. Очень веселый гранат. Необычная огранка, но очень качественная. И я считаю, что вот эта форма огранки с ней можно сделать. Она, в принципе, интересна. Вообще с ней можно сделать интересное и мужское украшение, и женское. С очень интересной геометрией. Поэтому пишите в WhatsApp, что-нибудь придумаем. Совсем темная шпинель. Она почти черная. Ее можно назвать сумеречной или грозовой. С синеватым, с таким отливом. В зависимости от освещения он будет с фиолетовым отливом. То есть отлив будет меняться всегда. И это довольно интересно. И камень крупный. И из-за этого он редкий. Плюс он довольно чистый. Поэтому обратите внимание, вот такие крупные попадаются нечасто. Вроде как тоже зеленый турмалин. Но он не совсем обычный зеленый. Он полихромный. Здесь несколько оттенков зеленого. И причем довольно разные. Зеленые посмотрите сами. Да, то есть я не знаю, как правильно называть. То, что по центру зеленые и которые по краям. Но я вижу, что они разные. Я думаю, вы тоже видите. Вот, собственно, турмалин. Он всегда нас удивляет и радует большим количеством оттенков. И опять, и снова, и опять темная шпинель. Здесь она полихромная. Совершенно точно. Да, потому что здесь есть и синий, и фиолетовый. И причем там разные оттенки. Фиолетовый есть с уходом в черный. Камень крупный и чистый. То есть, видите, мы пока у нас идут дожди. Вроде добыча приостановлена. Но, тем не менее, граним старые запасы. То, что добыли в сухой сезон. И нашли среди неограна довольно много интересных экземпляров. Не берусь назвать цвет этого турмалина. Кремовый. Не знаю. Не буду даже гадать. То есть, можете написать в комментариях, предложить название для этого цвета. Или сочетание цветов и оттенков. Наш гранщик на высоте. Молодец. Старается. За это получает всегда премию. И у него очень богато развита фантазия. Видите, он постоянно придумывает что-то новое для гранки. И как бы мы это ценим, естественно. И ему за это благодарны. Камень получился очень хорошим. И, в принципе, я опять же считаю, что и в мужское украшение, и в женское его поставить можно. То есть, такой унисекс. Самая обыкновенная, маленькая, недорогая шпинель. Цвет называется лавандовый. Вы много часто покупаете. Почти каждый день ко мне приходят заказы. Поэтому просто напоминаю, что у нас таких всегда несколько на руках. То есть, этот цвет не редкий. Но он востребованный. И, собственно, в цене он тоже потихонечку ползет вверх. Поэтому можете писать в WhatsApp. И последний камень на сегодня. Я считаю, у нас сегодня прям опять, как обычно, турмалиновый апофеоз. То есть, шпинель хороша, конечно, да. Но, к сожалению, не получается ее так художественно гранить, как турмалин. Турмалины, они намного больше предосположены вот к такой огранке. Камень очень-очень красивый, очень нежный. Необычный цвет, оттенок, в принципе, и огранка. Ну, тут все прекрасно. Я поэтому решил его поставить под номером 20. Последним, финальным, да. Или, как говорят, крайним. Вот, собственно, пишите, смотрите. Повторяюсь, выкладывать я могу только 0,001% от того, что у нас есть. Мы не покупаем камни, чтобы их потом перепродать. Мы находим под заказ. И показываю я вам очень-очень маленькую часть от того, что у нас теоретически есть где-то вокруг, на рынке, в офисе, у наших партнеров, владельцев добыч и так далее и тому подобное. Всем привет, всем пока, не болейте, берегите себя, постарайтесь поменьше перемещаться в каких-то общественных людных местах.